Привет, друзья! Ну что, провели вебинар вчера. По вашим отзывам, прямо можно судить, что это прекрасный вебинар был. И даже можно как бы в сокровищницу вебинаров разместить, сделать такую вот ссылку, что это чудесный вебинар. Прямо на глазах польза была у людей, которые даже вспомнить не могли, какие игры играли в детстве, и тут через 15 минут вспомнили. Да, и поднимали свою молодость. Вот это интересно, правда, но и при этом забыли, мы же ещё шедевр должны дописать, мы сейчас в коллективном разуме, в этом формате. Ну вот, кто-то мне там написал название, мечтатель, кто-то написал единорог, но имеется в виду шляпу он как-то воспринял за единорог. Значит, надо поправить, надо добавить, что прибавить, что убавить, что дополнить, каким цветом. Я же уже готов сейчас сделать по вашим советам, как мы всегда делаем. Да, мы учимся вот таким образом решать такие и производственные проблемы, как на вебинарах общечеловеческие отношения, всем это нравится, советы друг другу даёт. Я горжусь нашей школой человек будущего, Homo Futurs. При этом мне написали, уже влечили вопрос. Одна дама написала, а я, говорит, попробовала, у меня ничего не получилось. Вы, говорит, им этот простой, простой, самый доступный, а при этом попробовала с детьми, тоже ничего не получилось. Как же так получается? Послушайте, вы когда видите, что кто-то хорошо поёт песню, или лихо ездит на мотоцикле, или водит легко машину припеваючи, это просто в сравнении с другими методами мира. Да, доступнее. Но это же не значит, что вы без всякой подготовки сразу можете это сделать, тем более учить детей. Правда, интересный вопрос, да? А тем более учить других детей, не только своих. Это же специальную подготовку надо пройти. И вообще учить взрослых детей надо... Взрослые, я имею в виду, такие, которые чуть моложе меня. Вообще, для того, чтобы человек учил других людей, надо пройти специальную подготовку. И вообще, чтобы у него всё получалось сразу, но это вообще ни в каком методе мира сразу ничего может не получаться. Это не значит, что метод сложный или не сложный. Это надо просто быть компетентным. Для этого у нас есть много возможностей. И книги, которые бестфейлеры. Да, у нас есть и бесплатный ликбез регулярный. У нас есть и вебинары. У нас есть и Олен и Шейла, специалисты, которые этим занимаются с детства, и поэтому выдающиеся профессиональные специалисты. Школа у нас целая есть. Поэтому вот так не обольщайтесь, что самый сильный, широко доступный метод значит каждому человеку может даваться с первого маха без всяких, как говорится, компетенций. Нет, надо немножко потрудиться. Это в сравнении с другими методами. Самый простой и самый эффективный. Всё в сравнении. И второй вопрос. Вот вы там учите, чтобы человек получал удовольствие от неприятных ситуаций, от стрессовых, сильных. Это что, мазохизм развивать? А как же их примальщики? Вот мои друзья Молчанова. 41 миллион. 41 миллион, говорю. Люди её знали, даже больше, наверное. А у неё 41 мировых рекордов. По задержке дыхания в воде. А её сын Алёша, ну, Молчанова это, Наталья, царство ей небесное. Я тоскую по таким моим друзьям, которых уже нету давно. А Алёша-то продолжает мировые рекорды ставить. А он что, мазохист, что ли? Это что, экстремальщики-мазохисты, что ли? Да нет, я просто обучаю получать нулевое состояние, которое может перестроить наш мозг, работать таким образом, как мы хотим. Чтобы нам нравилось делать то, что нам трудно делать. Чтобы делать это было легко. А ещё и удовольствие получать. Итак, давайте немножко потрудимся с удовольствием и допишем шедевр. Да. Ах, как она там летает, а он сидит такой. Ну, давайте название придумывать и цвета подбирать. Или так оставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова